МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Котят в хорошие руки, а после их убивала». Поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Виктория Казаченко, волонтер. Виктория, здравствуйте. Добрый день. Виктория, вы... Давайте начнем сначала, собственно. Да, я хотел сказать, что вы глубоко погрузились в эту тему. Мы сейчас до эфира тоже пообщались немного. Но давайте для тех, кто не знает, расскажите, с чего все началось и как вы прикоснулись к этой ситуации. Значит, семья, которая проживает на Таирово, в одном из микрорайонов, на маршала Жукова, по объявлениям у волонтеров через соцсети, через Фейсбук, через OLX брала котят. Волонтеры достаточно придирчиво относятся к выбору будущих хозяевов для своих питомцев. Обычно приходят, проверяют, насколько я знаю. Естественно, да. Просят фотографии прислать, рассказать, как питомец, как подрастает. То есть там целая куча всяких придуманных способов. И вот они начали обращать внимание, что животных, которых они отдают, они исчезают. Когда две девушки, Ирина и Татьяна, они написали пост на Фейсбуке, начали выяснять, оказалось, что эта семья, которая состоит из мужа, жены и ребенка пятилетнего, они очень у многих волонтеров брали животных. И эти животные исчезали бесследно. Девочки начали бить на бат, девочки написали заявление в полицию, девочки обратились на телеканалы с просьбой помочь разобраться в этой ситуации, начали ввести опрос соседей, выяснять. Оказалось, что потом они с полицией забрали котенка, то есть это котенок одного из этих волонтеров, жутко избитого, которого выбросили с седьмого этажа. Выяснилось, что одна из фигурантков, Валерия, она звонила волонтерам, говорила, что нам очень нужен котенок, мы очень хотим, мы его очень любим. Потом приезжали, забирали этого котенка, а ее сожитель этих котят убивал. Котят, щенков, потом соседи ночи. Каким образом, где это происходило? В квартире? Это, по словам его сожительницы, это происходило в квартире, это происходило на глазах у пятилетнего сына Валерии. С какой целью это происходило? Воспитательные какие-то моменты? Значит, по уже сейчас, по выясненным обстоятельствам, этот человек, помимо того, что он был дважды судим и отбывал сроки затяжки и преступления, одно из которых было изнасилование, второе было убийство. Он состоял на учете в Запорожской области в психоневрологическом диспансере. То есть этот человек нездоровый. И как сказала Валерия, что он поднимал руку на нее, он поднимал руку на ребенка. Она вызывала полицию, был даже составлен вроде как админпротокол, но ювенальная служба почему-то не отреагировала. Тут как бы такой уже вопрос, наверное, немножко. Обращались ли или действительно не отреагировали? Обращались, это подтвердила адвокат, она сделала запросы, они действительно обращались, действительно выписан. То есть на него уже сейчас выписано три админпротокола. Вот, и как бы... По факту избиения или по факту уничтожения животных? Значит, по факту избиения точно могу сказать, по факту уничтожения животных, в принципе, с чем вот и связан сегодняшний митинг, который мы будем проводить, с тем, что полиция начала разваливать это дело. То есть когда девушки написали заявление, обратились в полицию, месяц им даже не ставили ЕРДР номер, то есть даже не регистрировали это заявление. Потом его спихнули на участкового. Ну это у нас нормальная практика, так я могу рассказать, наверное, с десяток. По животным, да, к сожалению, у нас не реагирует полиция. Вот, может быть, пришел участковый, поговорил там, сказал, что это добропорядочная, хорошая семья, все нормально, все хорошо. Дело начали разваливать, потому что там было 13, по-моему, если я не ошибаюсь, заявлений. И они начали рассматривать заявление не там, где у девочек животное пострадало и есть заключение ветеринарного врача, что животному нанесены травмы, а там, где котята пропали. То есть понятно. Пропали котята. Совершенно разные статьи. Давайте я свернемся к этому моменту. Пропали коты. Запомните, к нам присоединился по телефону журналист Дмитрий Бакаев, который, собственно, пообщался с этой семьей. И, Дмитрий, здравствуйте. Мы хотим послышать вашу историю. Здравствуйте. Дмитрий, совершенно жуткая ситуация с этими животными, бессердечная и бесчеловечная. Что вы можете рассказать, насколько там ситуация еще страшнее, может быть, или я нагнетаю зря? Вы абсолютно не зря мне и не нагнетаете. Дело в том, что история с этой семьей, она не подлежит к какому-нибудь разумному объяснению, потому что все, что делали вот эти люди, а логично, жестоко, это даже не то слово, это садистское упоение своей тем, что они обманывают людей, ведь они этим наслаждаются. Они не берут котенка с улицы, да сейчас вызову, выйди во двор и найдешь 10 ничейных кошек. Они берут кошек у людей и тем самым причиняют боль, убивая этих кошек людям, у которых они взяли. Более того, они же волонтерам отправляли сообщение, что у нас вот другой котенок, у нас другой. Даже когда разразился этот скандал, они все равно пошли на выставку кошек, все втроем взяли мать с собой, чтобы взять еще кошку на убой. То есть это больные, по-моему, это на лицо больные люди. Ведь к ним приходил участковый, говорил, что за это можно, грубо говоря, сесть на 5 лет, за это могут отобрать ребенка у них, но они на это, как бы, видимо, не отреагировали. И то, что они пришли, то, что эта дама пришла в редакцию, это, на мой взгляд, может быть и хитрый какой-то ход, а может быть, опять-таки, бестолковый. А как она объяснила то, что она решила прийти в редакцию? Что? Чем она объяснила то, что она решила прийти в редакцию и, собственно, пообщаться с журналистом? Она объяснила тем, что боится за свою жизнь и за жизнь ребенка. Но мне пишут люди, что она в этом тандеме с жителем, она главная, она им повелевает, этим с жителем, куда пошлет, туда побежит. То есть, в таком плане. И чтобы ей особенно не доверяли. Мне кажется, это большая игра таких слабоумных людей. Дмитрий, можно каким-то образом повлиять на эту ситуацию, заставить правоохранителей работать? Потому что, действительно, то, что мы видим, к сожалению, на случай издевательства над животными, у нас система не реагирует. Она не готова еще наказывать за это. Вы понимаете, вот эта проблема заставить работать. Мы не можем заставить жековских мастеров, чтобы они сремонтировали что-либо в парадной, чтобы винтили лампочки, чтобы оштукатурили что-то. Мы не можем заставить врачей работать, вон, как со Стерненко поступили в Евгенийской. Мы не можем и заставить и полицию работать. Дмитрий, но ведь все это приводит к самосуду. Скота Алистульча, он убил тачкошек. Это опять пять лет ему светит. Заберите его уже, наконец-то. Они не забирают, хотя есть признание, хотя есть заведительство. Дмитрий, но в том-то и вопрос. Это все может привести к самосуду. Мы видели фотографии, когда Демьян Ганнл, лидер уличного фронта, писал про неизвестных патриотов, которые завитали до этого человека. Вы знаете, после публикации такие тонны ненависти, может, справедливые ненависти, обрушились на эту семью. Но я хочу сказать, что женщины-волонтеры, вот когда пришла эта гражданка плакаться на мужа, что он может убить ее, они не бросились ей воровать космы, они отвели ее домой, в квартиру, и более того, пытались защитить от ее сожителя, который там ее поджидал. То есть на самом деле мне главное сохранить человечность в этой бесчеловечной студии. Дмитрий, услышали вас. Благодарим за то, что присоединились к работе нашей студии. Дмитрий Бакаев, наш коллега-журналист, был у нас на телефонной связи. Но что же делать дальше? Ведь в семье растет ребенок, которому сейчас сколько лет? Пять. И если мы имеем не совсем адекватных взрослых, то даже если ребенок изначально с психикой родился здоровый, то изменения ее сейчас будут катастрофичны и необратимы. Может быть, имеет смысл уже сейчас вам с кошек, простите, переключиться на ребенка? Ну, скажем так, прежде всего, вот правильно сказал Дмитрий по телефону, что женщины-волонтеры, которые вот с ней общались, я с ней общалась. То есть действительно, я не знаю, какие чувства у меня она вызывает, но ребенка мне жалко. Вот. И я надеюсь, что все-таки вот то, что сейчас происходит, тот резонанс, который получил этот случай, оставит наши там у нас департамент образования, ювенальная служба, наконец-то задуматься и посмотреть. Ведь мы растим, вот своим, не мы, это наши правоохранительные органы, своим бездействием, своим попустителем, они растят просто следующего маньяка. То же самое, опять правильно Дмитрий сказал по поводу призывов ненависти, там, побить, избить, поломать руки и ноги. Ну, ведь уже напали, уже избили. Ну, правильно, потому что, вернее, я не могу сказать, что правильно, это с точки зрения логики нормального человека. Но эту ситуацию, вот в таком ее виде, в котором она есть сейчас, митинг, избитый, скандал, конфликт, ее спровоцировало бездействие полиции. Потому что если бы... Ну, не только полиция, еще и ювенальные каких-то органы. А ювенальная полиция, это то же самое, только это полиция, то, что раньше было по делам несовершеннолетних. Я про это и говорю. Вот. То есть, опять же, это правоохранительные, их попустительство. То есть, получается, они не видят, они не слышат, они не реагируют. А потом, вот, когда была пресс-конференция, я сказала, говорит, а потом сядет господин Форостят и на пресс-конференции расскажет, ай-яй-яй, убили ребенка. Он же ведь, понимаете, этот сожитель, он, извините, проявляет агрессию по отношению к матери, к ребенку, к животным, где гарантия, что он кого-то из них... Ну, это то, о чем говорили, психолог, всегда начинается соединительство над животными. Да, мы это увидели не один пример, к сожалению. Поэтому здесь вот ситуация в том, что нежелание нашей полиции реагировать, когда убили кошку, убили собаку, отравили собаку, о чем вот мы неоднократно в этой студии с вами говорили, вот, оно приводит к тому, что рано или поздно на месте этой кошки, этой собаки окажется человек. И представьте себе, каково людям, которые живут в этом доме, в этом подъезде, с ним садиться в лифт. Ведь соседка там рассказала, что она ехала с ним в лифте, у него торчало 4 собачьи лапы из пакета. Она, естественно, промолчала людям там жить в этом доме. И люди живут... Страшно, боятся. Естественно. Поставьте себя на их место. Вот. И все, кто виноват в этой ситуации? В этой ситуации виновата наша полиция, которая не хочет реагировать. Это же только вот сейчас резонанс по этому случаю, по случаю Покраснова, по Филатова случай, который просто развалили. Люди просто, понимаете, мы превращаемся в какой-то, я не знаю, джунгли, где закон работает только кто сильнее. То есть если обидели мое животное, я уже не пойду в полицию. Ну я образно это говорю. Вот. Я пойду, возьму дубину и пойду накажу того, кто обидел. Именно это произошло сейчас. Да, именно это и произошло. Почему? Потому что люди... Мне очень много звонят людей там по разным ситуациям. Что делать? Ты начинаешь говорить, что идите в полицию, пишите заявление? Люди смеются в трубку. Потому что они не верят. Да, у нас прекрасно есть закон. У нас есть прекрасная поправка, которую мы в прошлом году отстояли, не один митинг, там, под звуки браво, и ее приняли. Дальше. Этот закон не работает. Вопрос теперь в реализации. Зачем? Виктория, каковы дальше будут действия волонтеров относительно этой семьи? Ну, во-первых, сегодня мы собираемся в 17.00 на митинг под обл. УВД. В принципе, я, конечно, понимаю, что в связи с приездом президента... Руководителя полиции на месте не будет. Естественно, я понимаю. Поэтому мы рассчитываем, наверное, больше на внимание СМИ. Потому что в этой ситуации единственное, не хочу вам польстить, это действительно так. Единственные, кто поддерживает волонтеров, единственные, кто поддерживает и помогает, это действительно представители средств массовой информации. Ваш канал, другие каналы. И, наверное, это для того, что мы надеемся, что ввиду того, что будет президент, будут и общеукраинские каналы. Вот. Донести. И, может быть, тогда, когда это уже выйдет за рамки Одессы и области. И, я надеюсь... Я боюсь, что мы, если ковырнем эту тему, но в всеукраинском уровне, то я все-таки верю, склонен верить в статистике, в котором есть определенный процент в любом обществе вот таких людей. Тогда, если поднять в целом эту статистику по Украине, мы увидим, что в каждом городе, в каждом, может быть, районе, не дай бог, я не знаю, какая статистика, я боюсь ее услышать. Есть подобные люди, есть подобные случаи. Если поднять вот эти все дела, которые не введены, в единый рест до судебных расстреливаний, или если поднять, допустим, вообще, украинской конференции волонтеров, которые спасают животных, вот эту статистику, я уверен, что она будет значительно хуже. И, может быть, таким образом, не локально здесь протестуя перед зданием УВД области, а в украинском масштабе, создавая какой-то общий ресурс, допустим, в социальной сети, поднять и показать, что это действительно проблема всего украинского общества, а не конкретного дома в киевском районе города Одессы. Согласна, не буду спорить, но для того, чтобы получился вот этот резонанс, чего-то надо начинать. Знаете, я всегда говорю, что надо начинать со своего дома, вот надо навести порядок, надо заставить. У нас были определенные, как бы, трения с городскими властями. Сейчас, слава Богу, прошел год, мы работаем, да, где-то какие-то шероховатости есть, но тем не менее. Сейчас, я надеюсь, что все-таки рано или поздно мы заставим работать, вот конкретно, нашу одесскую полицию. И мы заставим их доводить дела до суда. Потому что они, я так понимаю, боятся просто создать прецедент, что вот. Хотя, в принципе, да, здесь этот конкретный случай, здесь действительно человек психически нездоровый, там, с маниакальными наклонностями, не буду спорить. Но есть же просто, вот, случай Покраснова. Банально, человек понимает, что он безнаказанно, можно пустить свою собаку, чтобы она разорвала кошку. Еще таких случаев я назову ни один, ни два. Но если кого-то одного наказать, то человек будет в следующий раз думать. Потому что, к сожалению, в нашем обществе, вот, задали мне вопрос... То же самое мы говорим по поводу коррупции. Один раз наказать, а люди будут думать. Прецедент не создается. Вот почему это сделается в нашем обществе? Наверное, все-таки разговор больше к политикам и к активистам. Но мы будем следить за этой ситуацией. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Виктория Казаченко, волонтер, была нашим гостем. Далее новости от Елены Еремеевой. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok